Дисморфофобия и дисморфомания Дисморфофобия и дисморфомания Дисморфофобия и дисморфофобия Дисморфофобия и дисморфофобия Дисморфофобия и дисморфофобия Контактные линзы это удобно, это способ, который дает нам высокую остроту зрения, позволяет сохранить активность, заниматься спортом и выглядеть более привлекательными. Контактные линзы бывают мягкие, бывают жесткие. Жесткие также в свою очередь делятся на роговичные и склеральные. Мягкие контактные линзы решают примерно 80% проблем со зрением. Они используются для коррекции близорубкости, для коррекции дальнозоркости и для коррекции астигматизма. Мягкие линзы могут быть однодневными, это идеальный вариант. Потому что сама линза из биоматериала, то есть она не должна вызывать никаких раздражений на глазу. Если же мы пользуемся линзой на 2 недели или на месяц, еще есть линзы традиционные, они предназначены на полгода и даже на 9 месяцев. С такими линзами вы должны обязательно использовать комбинированные многокомпонентные растворы. Растворы в свою очередь могут быть очень агрессивными для глаза. Потому что там есть вещества, которые должны очищать и обеззараживать линзу. Эти вещества могут быть токсинами для слезистой. И могут вызывать многочисленные токсикоаллергические реакции. Поэтому, что касается мягких контактных линз, конечно, в идеале пользоваться ежедневными линзами. Вы одеваете утром линзу, к вечеру ее снимаете, выбрасываете, она не требует никакого ухода. Бывают ситуации, когда вынужденный пациент носит линзы более длительного срока. На месяц, на 3 месяца, на полгода. Это, конечно, относится больше к таким сложным линзам. Если линза делается по индивидуальным параметрам и под конкретного пациента. Делать ее ежедневной очень трудоемко и дорого. В таком случае нужно подбирать идеальный раствор, который не будет вызывать аллергии и в то же время надежно будет очищать линзу. Это пероксидные растворы. Что касается жестких контактных линз. Жесткие контактные линзы в некоторых случаях бывают более предпочтительными, потому что они не подсушивают глаз. Жесткая линза держит формочку и между линзой и роговицей остается большое количество слезы. Эта слеза постоянно обменивается, постоянно обновляется и проблем с сухостью не возникает. Единственная проблема, часть пациентов не переносит жесткую линзу именно из-за ее жесткости. Но жесткие линзы позволяют корректировать очень сложные дефекты зрения. Высокую миопию, минус 20, минус 30 диоктрий. Корректировать большой астигматизм и большую дальнозоркость. Поэтому их значение абсолютно очень важное для пациентов. Склералька и линзы, это большие линзы, они держатся не на роговице, а на склере. И таким образом они необходимы людям после каких-либо операций на роговице. Например, после пересадки роговицы или пациентам с таким серьезным заболеванием, как кератоконус. Линза одевается, держится на склере, а между линзой и роговицей находится большое количество слезы. И мы не травмируем роговицу таким образом. Эти линзы подбираются очень сложно и нужны только определенным категориям пациентов. А большинству, как я уже сказала, людям нужны однодневные линзы, они могут решить все проблемы. Существует много мифов о линзах. И первый, самый распространенный из них, что линзы вызывают повреждения глаз. Но это не так. Если пациент соблюдает все правила, то никаких повреждений глаз при одевании линз возникнуть не может. Второй миф о том, что можно линзы носить только 5 лет. Кто-то говорит только 10 лет. Это тоже не так. Современные линзы сделаны из прекрасных материалов. И ношение линзы никак не ограничено во времени. Третий миф, что линзы нельзя носить детям и нельзя носить пожилым людям. Линзы можно носить абсолютно в любом возрасте. Независимо от того, это новорожденный или очень пожилой человек. Если они дают высокую остатку зрения, то это способ и выбор коррекции, необходимый для пациента. И так далее. Спасибо.